Русский духовный эпос Старина про трудника Трудник его пустыню шики спас, А лисеи кожено воскресенье Причащался, и не владел ни рука, Ни ногами, ни мухи, ни которы Местами Богу он молился со свящами, Богородицы горьким, а слезами В осенях ее мупятница приходила, И больного щою да осветила, И трудного крестом оградила, И Божией ее мурить, и говорила Милоиста, вставай-ка Божий, Человете и поди раб Христофы, По народу и на трудную землю, На Россию и сказывай всему миру, Людям добрым и всем православным христианам, Сказывай слово Божие, не убойся, Чтоб люди заповедь знали, Три день и неделю соблюдали, О середу в петок все выпустились, О скрес иной день Богу молились, Коранным коза утренком ходили, И долгие обеденки служили, Да во Божьей церкви бывали чаще, И ставили свечи образу святому друг друга, Чтоб навещали брат, брата, Чтоб почитали. Дети от сей матерей не забывали, Но ци матери дети не проклинали, Жидовьями бы дети не называли, Жиды у Христа проклетые, Самого Христа распинали, Руки-ноги ему ко кресту прибивали, Золотые его ризы изорвали, По ризах жеребья пометали, Жезлами бока прободали, Свято-белое лицо попылевали, Святую Божью кровь проливали. Ещё сказывай трудник всему миру и народу, Чтоб по матернему слову да не бронились, Матерно худо слово проклятое, От матерного слова погибают. В осеннем то во море потопают, А если нищих убогих, Чтоб не обижали, Спасенную милостыньку давали. И даем зато Господь свое спасенье, А мы хвалим Тебя Христа Богом, Хвалим Тебя в веки бесконечны, Великое имя Господне. Деревня Лысцево, 20 мая 2020 года.